Приветствую вас, если вы действительно пришли за советом, если вы действительно пришли за рекомендацией, то моя рекомендация будет достаточно жесткой, вот, ну потому что вам уже помогли в чем-то, да, то есть вас как-то уже направили, вот, коллега, коллега моя сказала вам, что делать. Вот, я же хотел бы обратить ваше внимание вот на что. Мне конечно неизвестно, что в какой стране вы живете, совершенно очевидно, что не в России, потому что в России, насколько мне известно, нет таких управлений по делам религии, вот. Это, как бы, Россия, это светское государство, вот. И потому, возможно, вам будет сложно, вам будет сложно и тяжело понять и принять мою мысль, возможно. Но я, тем не менее, постараюсь до вас ее донести, надеюсь, что вы ее, если не примете, то хотя бы подумайте о возможном принятии. Дело в том, что работа в управлении по делам религии психологом изначально является проигрышным вариантом. И вот почему. Психолог не имеет никакого отношения к религии в принципе. Психолог не работает с религией. Психолог, вот вам правильно мой коллега сказал, Андрей Смирнов, что смешивать не нужно. Это так, религия и психология это разные абсолютные сферы, вот. Совмещать их не нужно, потому что религия предполагает веры, веру, точнее, в высшую силу, да, какую-то. Тогда как психология в большей степени аккумулирует собственные ресурсы человека, вот. И, в общем-то, психология подразумевает недоверие и критику по отношению к другим людям. Недоверие и критику по отношению к себе. А вера, религия этого сделать не позволяет. К сожалению или к счастью это уже решать не надо. Так вот, ваша проблема возникла именно потому, как раз, что вы пытаетесь совместить несовместимое. То есть, вы всегда будете находиться в определенной степени дискомфорта из-за того, что вы работаете психологом в управлении по делам религии. В управлении по делам религии психологов быть не должно. Священники? Да, возможно. Там, я не знаю, еще какие-то церковные, сами церковные звания, церковные чины, да. Но не психологи. Потому что психолог не судья. Понимаете? Психолог не судья. Психолог не священник. Психолог не оценщик. И не истина в последней инстанции. Психолог это человек, который помогает другому понять себя. Принять себя. Религия этого не подразумевает. И отсюда вытекает невротический характер того, что вы делаете. Собственно говоря. Случайно ли вы попали в это состояние? Случайно ли вы попали в эту историю? Я, если честно, думаю, что нет. Я думаю, что у вас есть определенные внутренние противоречия. Ну вот, в результате чего и стал возможным подобный конфликт. Вполне вероятно, что ваша семья является достаточно религиозной. Ваши родители являются достаточно религиозными людьми. И они, ну, хотели бы, они ожидают от вас того, чтобы вы как-то вот шли по пути. Вот это, вот это, вот этих, эм, их традиций. Да, религиозных традиций. Вот. Но при этом игнорируют, естественно, то, что хотите вы. Вот. Я полагаю, что именно этот момент, да, мне так кажется, что именно этот момент нуждается, нуждается в том, чтобы, эм, его разобрать. В первую очередь. То есть дело не в том, как вы оказались на этой работе. То есть дело не в том, что вам делать на этой работе. Дело не в том, как организовать то, что вы делаете. А дело в том, как вы сами относитесь к религии и к психологии. Ну, согласитесь, что, э, вот, если по существу, э, ваш вопрос смотреть, да, по существу, то, э, вам помочь может только э, э, организатор, администратор. То есть нужно смотреть, какие люди, какой контингент, какие у вас навыки, какие у вас способности, какие цели и задачи организации в целом. Вот. На что есть большой спрос. Понимаете? Вот такие вещи нужно анализировать. Исходя из этого, можно прийти к новой поводу, как организовать работу. Но вы сами, об этом счастливее не станете. Вот. Это то, что вам нужно понять для себя. Либо вы это поверите, либо нет. Либо вы сможете выбрать, кто вы, религиозный человек или психолог, и уже идти по направлению направлению. Пока вы пытаетесь совместить то, что не совместимо. Вот. Даже если, даже если вы скажете такую вещь, что, значит, у нас это совместимо, ну, вот в моей стране, это нормально, да. Это ничего не значит. Потому что, если в вашей стране это нормально, то это не значит, что это будет нормально для вас. И это не значит, что вы сможете, как бы, чувствовать себя комфортно в этой самой ситуации, на этой самой должности. Вот. Решать вам, будете ли вы работать ради, например, денег, будете ли вы работать, ради, там, ну, не знаю, ради какого-то социального, может быть, статуса, да. Вот. Либо вы будете работать ради навыков, ради... Реализации, реализации того, что вам нужно и того, чего вы хотите. Сделайте выбор. Пока мне кажется, что вашим выбором руководите не вы, пока мне так кажется. Вот. Пока мне кажется, что не вы руководите своей жизнью, а кто-то, кто-то другой. Вот. Ну, может быть, родители. Может быть. Может быть, они. Вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Значит, надеюсь, что помог вам. Не включаю, что это была достаточно жесткая позиция. Ну вот. Но, надеюсь, что вы ее примете, потому что без этой позиции, без выбора пути, по которому вы будете двигаться и идти в дальнейшем, без этого вы не сможете ничего достичь. И самое главное, вы не сможете быть счастливым, не сможете получать наслаждение и удовольствие от того, что вы делаете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.